Время разворачивается показательное выступление клубов исторической реконструкции эпохи Средневековья и периода Смутного Времени. В День Народного Единства владелец старинной усадьбы Андрей Ковалев организовал массовые гуляния. Представлен отрезок периода Смутного Времени, бой за полевое укрепление, так называемый гуляй город, русского ополчения, отряда стрельцов против польско-литовских интервентов. Небольшой сценарий, который мы придумали по освобождению Москвы от польских захватчиков с помощью стрельцов, народного ополчения Милины Пожарского и крестьян. Богатая природа и старинная архитектура Гребневской усадьбы добавили реконструкторам колорит. Так классно, что вообще. Я кричал, давай, давай. Давно просили местные жители, тоже боролись за это место, но все было безответно. Вот теперь с появлением Андрея Ковалева у нас все теперь замечательно и здорово. Надеемся на продолжение в плане того, что она все-таки будет отреконструирована. И здесь будет более оживленное место. После длительного периода запустения имение генерала Бибикова переживает возрождение. Выполнен первый этап. Уцелевшие постройки укрыты под крепкими навесами. Территория вокруг очищена от мусора. Появились первые цветочные клумбы. Он взялся за нелегкое дело, чтобы воссоздать усадьбу Гребнева. И мы уверены, что только сообща, только общими силами, только вместе мы это обязательно сделаем. Это наша честь. Это наша обязанность перед нашим подрастающим поколением. И не случайно, что вот этот праздник, эта презентация происходит в очень важный день. День Казанской Божьей Матери. Это все Божие благословения. Андрюша, ты выдающийся человек, ты меценат. Вот только тебе под силу возродить это место. Целый день в Усаби проходил гастрономический фестиваль. Гостям предлагали блюда из мяса на углях, блины и другие кулинарные изыски. Травяные чаи, заваренные по старинным рецептам. Этот волшебный наш самовар на 300 литров. То есть никто не уйдет сегодня без чая отсюда. Мы русские, мы вместе. Это русская душа здесь чувствуется, усадьба Гребнева. Супер! В большом концерте в режиме нон-стоп выступали музыкальные и танцевальные коллективы из Москвы и Дома культуры Гребнева. Народные костюмы и кожаные куртки все каким-то образом находило сочетание. Усадьба должна наполняться людьми, считает Андрей Ковалев. Особенно сейчас, когда утраченное надо отстраивать заново. Усадьба – это моя любовь. Это дело всей моей жизни. Но мы все прекрасно понимаем, что процесс реставрации усадьбы займет очень много лет. Семь, восемь, девять, может, десять. Но я хочу, чтобы сейчас уже усадьба жила. Чтобы сюда приезжали люди, чтобы они радовались, наслаждались этим потрясающим местом. Здесь очень благодатная такая атмосфера. Намоленные места, две церкви рядом. Просто исключительные обстановки, исключительные места. С удовольствием, что сюда вообще переехал, продолжается. Это придаст еще большую популярность и нашему району, и нашей области. И, может быть, сюда и туристы будут ездить. И это будет очень хорошо для нас, для всех. День народного единства. На территории усадьбы Гребнева проходит какой-то домашней атмосфере. Вокруг исторические здания звучит лирическая песня. До этого были народные и эстрадные песни. Вечером Андрей Ковалев обещает показать художественный фильм и запустить в небо салют. Михаил Налетов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова